Привет! Эээ, Трибуарно! На одном из моих последних стримов мой подписчик Фоникс через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик с канала Декарт, который называется «Поговорил с Беном, давил до слёз». Это уже второй видос, кстати, который он меня просит посмотреть с канала Декарт. Я первый смотрел на своём втором канале, и там нормально так просмотров собралось, и люди такие «Ой, я не ожидал, что будет реакция на Декарта!» Я такой подумал, а почему бы не выложить на основе? Может быть, на основе тоже много людей захотело бы посмотреть мою реакцию, поэтому выходит она здесь, вот. И тот же, тот ролик тоже был связан с Беном, но там ещё и Том был, поэтому, поэтому, думаю, будет что-то угарненькое, но прежде чем начать смотреть, друзья, не забывайте подписываться на вас, на Яндекс.Зен, на группу ВКонтактики и, естественно, на Телеграм-канал. Все ссылочки будут в описании, чтобы мы с вами не потеряли друг друга. А теперь давайте посмотрим видосиан и поржём, надеюсь, от души. Погнали! Здравствуйте, друзья, с вами Декарта. Ну что, настало и моё время пообщаться с Говорящим Беном. А я так до сих пор не общался, потому что, потому что я даже не знаю, что с ним у него спрашивать. Я не настолько, не настолько крутой летсплеер, чтобы записывать летсплеи по Бену и потому что, потому что, потому что, потому. Да, фантазия моей работы, точку. Я с ним не общался, только самый ленивый на Ютубе. А, ну да, я самый ленивый, поэтому нормально. Говорящий Бен, этот замечательный, невероятный собеседник, у которого богатый словарный запас. Ля-ля-ля, хватит болтать, типа, меня слушай, да. Ты чё меня передразиваешь? Ты чё, это самое? Совсем, что ли? Бен! Декарта подставляет. Да Бен прекращай, это не я, я тебя вообще-то хвалю тут. Говорю. Ну я говорю, ему надоело, что он болтает. Тихо-сука. Ну ладно, всё, вопросов нет. Ребят, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии, не забудьте подписаться на мой канал. Да всё, всё, Бен! Видишь, он читает про кошечек? А, нет, там ещё собачка. Всё, я уже заканчиваю, еда, ешь, пить колокольчик. Да не, ну ты меня будешь на моём собственном канале затыкать, но ты вообще нормальный. Ну куда это годится, засранец ты пушистый, а? Я тебя там нахваливаю, пытаешься, ты... Я не знаю, ты чё-нибудь другое сделаешь, но это уже доедает. Короче, поехали. Давайте так, давайте, давайте всё-таки, наверное, вот надо с тобой поговорить, да, вот, прям поговорить с тобой, да? Да, походу, да. Значит, оценить твой богатейший словарный запас, жизненный опыт. Богатейший, там четыре фразы у него, да, по-моему, или что-то такое? И твою милую пушистость. Ну-ка давай, звоним, дзынь-дзынь. Так, сейчас ты мне будешь объяснять. Бэнг. 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 Бэнг, бэнг, бээнг. Чё это было за поведение, бэнг? Я вообще-то тут тебя представляю, ребят. Какой он злой вообще, бэнг. Я там показываю, я вообще-то тут видео записываю. Ты чё меня затыкаешь, а? НО. В смысле НО? Ты десять раз его заткнул, даже я это видел, вы это тоже видели? Что НО? Что НО? Я... Ты будешь говорить, что ты этого не делал, ты это делал. Ты это делал, вот это чё, вот это чё, вот это чё, чё это было, а? Ты зачем это делаешь? НО. Да в смысле НО? Ха-ха, ты охренел, что ли, здесь... Сколько? 120... А, 165 тысяч, эээ, как бы, свидетелей, да? И у меня там, ну не знаю, пару тысяч будет сто, что я надеюсь на это, а надеюсь побольше. Вот поэтому, не надо тут говорить, что ты ничего не говорил. Да, да, конечно, отмазывайся, мы все видели, мы все видели, как ты попутался тут. Женя, это мой канал, только я здесь могу затыкать других людей, ты понял? Не надо. У меня или нет? Прекращай, не веди себя так больше, ты больше так не будешь себя вести? Хе-хе, по-моему, переигрываете много. НО. А, нет, да? Ну, молодец, спасибо. Ха-ха-ха-ха, так, по-моему, ты... Вот и молодец, хорошо. Тогда переходим, значит, к следующему. Эээ, давайте зададим Бену некоторые вопросы. Давай. А что ты думаешь про Лунтика Икс, например, скажи? Кто? Лунтик Икс? Кто это такой? Не понял. Я знаю, кто такой Лунтик, а Лунтик Икс, я не знаю. Это Лунтик и Соник Икс, что ли, смешанные? Какая-то же получится, наверное, фу. Какая-то мне говорящий, Бен. Ха-ха-ха. О, нифига себе, ему понравилось, прикольно. Классный парень, да? Смотрите, ролики такие смешные, особенно, когда Декарт снимает. Прям смешнюще. А кто это? Я не понимаю. Ну-ка, расскажите мне, пожалуйста, ну-ка, что это такое? Кто это такой? Кто это такие? Не понимаю. Какие ролики получаются, да? Да я-то. Я-то. О, нифига себе, смотри-ка, он как будто бы говорит то, что он хочет. О, это правильно, Бен, красавчик. А что ты думаешь про Соника Экзе, например? О, ну Соника Экзе, в принципе, знает, что такое. А, ну, видимо, Лунтик Икс это то же самое примерно, да? Нет. Нет, ты что, офигел, Соник Экзе гласный? А что тебе не угодил Соник Экзе? Соник Экзе некрасивый? Он прям очень красивый, да? Но мне не нравится. Красивый. Или некрасивый? Что это сейчас означает? Я тоже не понимаю, если честно, у него какая-то шла. Красивый он или некрасивый? Ты можешь объяснить нормально? Что ты ржешь? С тобой? Нет. А, ладно, вот такой он красивый, да, настолько? Вот это я уже понимаю. Скорее всего, означает, что он ему не очень нравится. А, по-моему, это наоборот ему нравится, нет? Тебе не кажется, что ему не хватает харизмы, возможно? В смысле? По-моему, он очень харизматичный. Я не соник Экзе, блин, жалко его. Попустили его конкретно прям на этом. Попустили прям, да. Не исходя с этого кресла, попустили. Ну да ладно, хорошо. А что ты думаешь про мистера Декарта? Скажи-ка мне, Бен, тебе нравится мистер Декарт? О, смотри-ка, ему нравится, он тоже ржет, как и я сижу, да? Смешной такой, да, парень? Так ты подожди, стой, я уже ничего не спрашивал. Сначала поржал, а потом... Это ты сначала, типа, меня порадовал, а потом сразу опустил с небес на землю? Ну, спасибо большое. Не понял, что это сейчас было. Не смешной, что ли? Нет. Хорош. А что это я не смешной? А ролики у меня хорошие, Бен? А ролики у меня хорошие? Нет. Так я не понимаю, а как так-то? Не смешно, но хорошо? Ну ладно. Нет, на самом деле такое бывает. Ну, слава богу, ну хотя бы ролики у меня хорошие. Не смешной совершенно, крендель какую-то хрень несет, но ролики хорошие. Это главное, да, Бен? Окей, окей. Не, ну это... Это немного надоедать начинает, потому что всего лишь четыре фразы. Ну почему мы не сделали штук пятьдесят, там, например, разных? Ну это же было бы гораздо круче. И больше, как бы, развитий диалогов было бы. Бен, тебе нравится то, что делает мистер Декарт на канале на ютубе или нет? Ролики хорошие, но мне не нравятся. Ну вкусовщина такая, какая она есть. А почему? Что тебе... Вряд ли он ответит тебе как-то конкретно на этот вопрос. У меня плохие... Плохие видео. У него реально какая-то шиза, я не понимаю. Ты чё, чел? То ему не смешно, то смешно. То нравится, то не нравится. Смешные все. Так, слушайте. Типа, настолько плохо, что аж смешно. Но сами ролики не смешны. Я тебя ничего не спросил ещё. Подожди-ка, Бен. У меня складывается смутное подозрение, что ты отвечаешь рандомные фразы, заранее заготовленные. Нифига себе. Да, так оно и есть. Совершенно наугад. На поставленные вопросы. И на самом деле ты меня вообще не слышишь и не понимаешь. Это что, правда? Это что, правда? Не, тебе надули. Это правда или неправда? Что ты рыжёшь? Тебя задают вопрос. У нас серьёзный разговор здесь. Это правда или нет? Ты меня вообще не понимаешь? Какой бы специально, блин. Невозможно серьёзно с этим псом разговаривать. Я представил, человек стоит и разговаривает серьёзно с псом. Походу, кому-то пора в дурку. Этот пёс, понимаете, ему всё шуточки. Ему всё шуточки. Всё тебе шуточки. Как нет? А что для тебя не шуточки? Вот это не шуточки. Да, для тебя, наверное, не шуточки. Назревающая блокировка Ютуба в России. Скажи. Да, это совсем не шутки, это печаль на самом деле. Поэтому подписывайтесь на телеграм. Телеграм-канал, ссылка в описании. Ютуб в России заблокируют, а, Бен? Что это значит? Ну-ка, давай, отвечай. Мне интересно. Ну, я понимаю, мне тоже не хотелось бы. Это тоже было бы совершенно тошнотворное известие. Да, согласен. Но заблокируют или нет? Ну всё, можно выдыхать спокойно. Да, теперь будет всё хорошо. Ютуб не заблокирует. Бен так сказал. Будем надеяться на это. Смотрите, какой Бен. Какой Бен. Я не понимаю, что он хочет сказать. Ты оптимист? Ты оптимист, да? Ну, видишь, смеётся, значит оптимист. Оптимист. Это хорошо. Так, ладно, господи, а что думаешь про игру Friday Night Funkin'? Она тебе нравится? А я никогда не играл. По-моему, нет. Так, по-моему, у меня складывается ощущение, что Бен был одним из подписчиков моего канала, который мне постоянно писал, почему у тебя нет Friday Night Funkin'. А по-моему, он наоборот, кто не хочет её смотреть, он такой, эээ, фигня. Ты подписчик канала Мистер Декарт, который писал, почему у тебя один Friday Night Funkin'. Я ж сказал, я был прав. А чё это ты не мой подписчик, а? Так, может быть, он твой подписчик, просто он не писал такое, ну ты чё? Пусть подписываться на Декарта? Да. Конечно, буду, говорит. Правильно говорит, вы тоже подписывайтесь. Да, кстати, надо подписаться, а то я ещё чё-то не сделал. Вот, подписался. А, не, не отказываться, ты чё? Всё нормально. Пусть подписываются, да? Конечно, да, пусть подписываются. По-моему, он неправильно интерпретирует его ответы, как мне кажется, потому что он такой, хо-хо-хо, конечно, нет. Так, скажи. Так, ты достал, я ещё ничего не спросил. Скажи, Бен, а ты вообще... Не скажет. Вообще, вот как ко мне относишься? Я тебе вообще, вот как человек, я тебе нравлюсь, в принципе. Ну, со мной нормально там общаться? Вот мы общаемся, у нас как с тобой атмосферка? Я думаю, за пять минут он ещё и явно ничего не понял. Маля, древительная, дружеская. Ему пофигу вообще, походу. Хе-хе-хе. Потому что нехрен молчать. Бен хорош. Ну, блин. Я думал, я нашёл себе хорошего друга. Бен. Давай, давай, рань в самое сердце. Добей меня, добей меня, Бен. Давай, вот сюда. Вот сюда, понимаешь? Ты сам себя бьёшь. Ему ничего делать не надо. Хе-хе-хе. Это очень странно выглядит, серьёзно. Ладно, отставить сопли. Давайте. А где сопли-то ты просто рот открыл? Попробуем ещё раз с ним пообщаться. Надо всё-таки докопаться до истины. Не, на самом деле, немножко бесит то, что реально у него одни и те же ответы. Это же надоедает очень быстро. Типа, о чём, если можно долго говорить? Да ни о чём, он отвечает одно и то же. Типа, ну, это моё мнение. Поэтому я даже не вижу смысла. Вот меня люди просили поиграть в него. Такой, нафига? Ну, типа, четыре ответа. Чё с ним можно сделать? Да нифига подобного. Неинтересно, мне кажется, будет. Особенно у меня. Надо докопаться до истины, надо понять. Бен. Скажи, а чё я тебе не угодил? Я чё, плохой, что ли? Чё я тебе сделал? Ну. Ничего не сделал. Неплохой, да? Мне кажется, чё-то неправильный вопрос ты задаешь. Неплохой, ну, какого-то хрена дружить ты со мной не хочешь. А почему ты не хочешь со мной дружить? Да не ответит он тебе на это. Нужно чё-нибудь да или нет, мне кажется, ну. Нет. Это просто очень странно будет. Ну, типа, задавать такие вопросы, которые он не сможет ответить. Ну, какой сможет? Нихоль, а почему? Я не пойму. Я шо, рожей не вышел? Нет. Слишком страшный. Пошутил, сам поржал. Что, прям настолько всё плохо? Он даже на трубку положил. Блин. А, он теперь повторять начал неплохо. М-ノ-о-о-о! Аха-ха, я не знал, я забыл что-о. М-н-м-н-о-о-о-о! Точно! Ведь чё, надоел, не с тобой буду дальше, дай, газета? Это вам, в принципе, следовало ожидать, в говорящем томе, же так можно... А подождите, а как это сделать? Убери газету свою... Так, вот, он брал газету! лая лалалалалалала ввод это как интересно, а кто его озвучивает, если вы знаете Пожалуйста, пока он газету читает, он короче говоря тебя не слышит не, он тебя слышит и говорит сейчас устанавливайся и всё и он готов повторять Я не слышал. А вот сейчас он вот и всё, и он готов. Я пушистый дуралей, вина в бокал ты мне налей. Я пушистый дуралей, вина в бокал ты мне налей. А пить это плохо, Бен, нельзя. Пить это плохо, Бен, нельзя. Ты сам себе говоришь, что ли? Так, хорош меня передразнивать. Что-то было, что ли? Что это он сделал сейчас? Бэнг. Бэнг. Бэнг, 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 блин. Он так бэнг говорит прямо, что-то мне. Ржачно. Слушай, а такой ещё вопрос. А что ты думаешь про, например, смешные анимации? О, смешные анимации Монрайз. То есть он любит... Что за Монрайз? Ну-ка, напишите в комментах, я даже не знаю, что такое. Первое. Это хорошо. Да, да, молодец, молодец. Скажи. А какой ютубер лучше? Мистер Бист или Мистер Декарт? Мистер Декарт же лучше. О, красавчик. Ты смотри, а я круче Мистера Биста. Почему только он решил выбрать Мистера Биста, у которого там уже почти 100 миллионов подписчиков, да? Может было другого. Мистера Макс, например. Выяснили это, да, снова. А кто круче? Пьюти Пай или Мистер Декарт? Мистер Декарт круче, да? Мне так нравится, как он делает. Ты хочешь сказать, что я не круче, чем Пьюти Пай? Нет никого круче, чем Пьюти Пай. Только Тиссириас. Нет. Блин, ну я недавно посмотрел, сколько подписчиков у Тиссириас. Немножко офигел. Там 220 тысяч... Ой. 220 миллионов, то сколько я уже... Сколько я помню. Прям жесть какая-то. Еще раз. Это серьезный вопрос. На него надо отвечать серьезно. Тут ты у меня не отшутишься. Я круче Мистера... Мистер... Я круче Пьюти Пай или нет? Нет. Ха-ха, все. Утрись. Ладно, в принципе, хорошо. Так и быть. Не буду спорить с этим, да? Ладно, я не круче Пьюти Пай, к сожалению. Ну да ладно. Да потому что Пьюти Пай самый крутой на самом деле, ну. Хотя я его не смотрю, потому что не понимаю его все равно. Ты здоров, Бен? Нет, по-моему, нет. Температуру твою собачью смирить? Нет. Давай. Прям вон туда, суй. Смирить или ты здоров? Это на что было, ЕС? Ты здоров? No. Поэтому да, Мерий. Так, подожди, Бен, а что случилось? А что случилось? А, ему тошнит. Отравился, походу. Тошнит? А что, ты отравился, что ли? У дураков мысли схожи, да? Ой, меня, что ж ты съел? Что ж ты съел? А, язык съел. Неужели ты съел новый ролик мистера Декарта по Лунтику Икс? Это немножко странно. Странно, нет? Да ладно, хороший ролик, хороший. Посмотрите, кстати, недавно вышел. Ну так че? Я даже не знаю, что за Лунтик Икс. Че, из-за него тошнит, серьезно? Я не думал, что я так уж плохо снял. Я без понятия честно не смотрел. Ну ладно, ладно, хорошо, можешь тогда меня не смотреть. Так, ну к вам это не относится, вы меня смотрите, пожалуйста. Это он может меня не смотреть. Понимаете, просто то, что контент, который я снимаю, слишком умный для собак. Они его не выносят, поэтому вот видите. Нифига себе, ты только что собак назвал глупыми? По-моему, они просто умнейшие существа. Ему тоже не понравилось. Че ты ржешь надо мной, я тебя спрашиваю? Мне кажется, он ржет над твоим утверждением, что собаки глупые. Слушай, так может мы все-таки с тобой будем друзьями? Да. Тебе даже смешна эта мысль, да? Да. Не зайдешь ты, значит, до этого холопа на своем троне, блин, вот этом вот. Какой-то очень странный трон, там даже немножко он... Кресле вот этом своем, ты будешь ты еще с ним дружить, да? Смешно даже тебе, да, от этого? Нет. Да, я такой. Посмотри на него. Да, да, я такой, да, я такой, да, я вижу, что ты такой. Хочешь кушать? Не хочешь? Да ты достал уже, блин, ты слишком быстро отвечаешь. Не хочешь кушать? Бен. Ну да, его же тошнит. Я думаю, предложить можно, что-то перекусить, вот можно вроде бы, но он не хочет, да? Не хочет, нет. А что ты хочешь? Спать хочешь? Блевать он хочет. Тоже не хочет. Может, погавкать хочешь? Смотрите, а что тут есть? Реально, блин, походу, травился, блюет и рыгает. Что-то я нажал. По-моему, я нажал вызов рекламы, ребята. Ну, странная реклама какая-то. Походу, да. Оказывается, если Бен рыгнёт, то выходит реклама. Вот так вот. Настолько ему реклама не нравится. Собственно, это так и работает. Блогеры, уважаемые блогеры, если вы когда-то хотели заказать рекламу себе на канал, вызывайте Бена, он рыгнёт, и у вас будет куча рекламодателей. Ладно, окей, буду знать. Оказывается, если Бен рыгнёт, то выходит реклама. Вот так вот, собственно. Собственно, это так и работает. Блогеры, уважаемые блогеры, если вы когда-то хотели заказать рекламу себе на канал, вызывайте Бена, он рыгнёт, и у вас будет куча рекламодателей. Ой, мерзость. Здорово, эти замечательные мысли, я думаю, можно закончить Ну, видос получился прям неплохой, если честно Но, мне кажется, когда я смотрел ролик, который связан с Беном и Томом вместе Был гораздо интереснее, во-первых, потому что Нет, ну, в первую очередь, конечно, потому что их там двое И там больше с ними взаимодействий Там даже есть платные взаимодействия А здесь у него всего лишь четыре реплики Он просто тебя подслушивает, говорит Как-то, на самом деле, очень мало, как бы, можно придумать каких-то с ним шутеек Поэтому этот ролик, ну, получился, мне кажется, менее смешным Но, в любом случае, я поржал души в некоторых моментах Спасибо Декарту за контентик Спасибо Фониксу за то, что меня попросил посмотреть этот Авидасян Но, если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий Не забывайте прожимать бубенчики Все интересующие ссылочки в описании С вами, как всегда, был Реборн, спасибо за просмотр Пока